Привет, дорогие зрители моего канала! Ну что, в Украине с новой силой разгорелись протесты против завышенных тарифов на газ и другие коммунальные услуги. Крупным областным центром присоединились небольшие села. Украинцы по-прежнему перекрывают трассы и требуют отстранения должностей чиновников. Вчера, наконец-то, на митинг вышли киевляне. Также проходили митинги на Полтавщине, Херсонщине, в Одесской и Черкасской областях. А в Житомире жители города взяли штурмом здание облсовета. Полиция, ограждение. Вот те ограждения, которые мы снимали в 2014 году, они опять появились под видом коронавируса. Гляньте, люди пошли, сейчас как раз происходит, проходят в президио облрады по поводу собирать сессию или не собирать. Я считаю, что вопрос вообще неуместный. Я считаю, что именно депутаты должны стать на защиту простых граждан. Именно для этого мы их избирали. И, как я уже говорил, наконец-то проснулись киевляне. Они собрались на Майдане незалежности в центре Киева и требовали от властей реально уменьшить тарифы на газ и его распределение. Ну а теперь давайте послушаем народного депутата Александра Качного. Вы впервые увидели народ на улице, не за деньги. Вы же поймите, они вас сейчас снесут за две минуты. Вот сейчас чуть холода уйдут, люди в феврале получат новые платежки. Это же они еще по старым платежкам выходят. Только слышат, что будет за проблема у них. Только слышат. Они уже сейчас не могут ничего купить. Как только новая платежка придет, вы просто увидите, что будет здесь происходить. И политические силы здесь вообще ни при чем. Вот поверьте, нет никакого организационного процесса. Когда начинается голодный бунт, это самый страшный бунт. Я полностью согласен с Александром. Когда ты отдашь последние деньги за газ, за свет, за тепло, когда тебе не за что будут купить продукты и лекарства, то волей-неволей ты выйдешь на улицу. И здесь уже не будет никакой политики. Здесь начнется борьба за выживание. Когда люди поймут, что им не за что будет купить продукты для своих детей, то они пойдут на любые крайности. А когда Александр говорит про голодный бунт, то у меня, если честно, аж мурашки по коже бегут. Неужели наша власть не понимает, что толкает свой народ на самые решительные и страшные действия? Но вы доводите страну именно до этого. Мало того, у вас потеряно чувство самосохранения. Когда люди начинают зажирываться, они вот жир, вот это, знаешь, в глазах жир. Вот они не видят, что происходит. Замазанные глаза. И у вас ситуация такая. Вы не чувствуете пульс народа сейчас. Вы не понимаете, что народ до такой степени сейчас взвинчен. Что вот этот, это только ласточка первая. Вот при таких морозах вышли. Завтра начнут объединяться ФОПы. Объединятся все предприниматели и все люди, которым не за что платить. Вы идут пенсионеры, выйдут старики. Вы представляете, что такое полиция разгонять стариков будет? Не дай бог, чтобы мы дожили до того времени, когда полиция будет разгонять стариков. Ведь тогда на защиту стариков выйдут их дети и внуки. Повторюсь, не дай бог нам дожить до такого. И задача нынешней власти этого не допустить. Я понимаю, что сторонники Зеленского сейчас не будут писать в комментариях, что премьер-министр сказал, что цену на газ уже уменьшили. Замечу, официально пока еще нет. Власть еще консультируется с МВФ. Тебе пока еще добро не дали. Здесь четко прослеживается исполнение всех лоббистских законов, которые требуют сейчас олигархи, которые находятся в этой стране. Мало того, вот вы же прекрасно знаете, что сейчас происходит с энергоатомом. Самая дешевая электроэнергия продается сейчас двум олигархам, двум, которые не в Видне находятся здесь. Продается на полгода вперед по низкой цене, а они перепродают потом ее дорого. И каждый из них за полгода должен заработать 7 миллиардов гривен. Это делает ваш шмыгаль сейчас. Будет нести криминальную ответственность за это. Вот так вот, друзья. Олигархи скупают электроэнергию по низким ценам, а вы потом платежку смотрите, и у вас глаза на лоб лезут от постоянно растущей цены. Смотрите, я всегда выступал за частную собственность. И всегда считал, что все госпредприятия должны быть проданы с аукциона по самым высоким ценам. Не так, как у нас в свое время олигархи за бесценок все скупили. Но я все-таки считаю, что энергетическая отрасль должна быть в руках государства. И сейчас эти миллиарды, которые мы платим, шли бы не в карман олигархам, а в казну государства. А так получается, что в этой стране мы как подопытные кролики. Над нами все время ставят эксперимент, выживем или не выживем. То есть Зеленский, его депутаты, слуги народа и еще два олигарха ставят над нами эксперименты. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что вы про каких-то олигархов, дорогие друзья, все практически слуги народа, они поделены на три группы. Три олигархические группы завели вас всех туда. Почему я за то, чтобы этот закон все-таки прошел конституционное решение по 300 депутатам? Не потому, что нужно сократить депутатов, а потому, что там нужно убрать мажоритарку. Мы уже давно поняли, что депутаты фракции слуги народа, это не депутаты партии Зеленского. Эти депутаты давно уже легли под олигархов. Этих депутатов давно уже купили с потрохами. А о том, что у нас сильно преувеличено число народных депутатов, речь идет уже очень давно. Но депутаты не хотят голосовать за это, понимая, что не рубят суп, на котором сидят. Обратите внимание, все мажоритарщики при этой тотальной политической коррупции, зайдя туда, распределились по конкретным группам влияния и подголосовывают власти во всех вот этих лоббистских законах, которые грабят сегодня население. Вот как говорят им сегодня олигархи голосовать, так эти группы мажоритарщиков и голосуют. А помните, как президент Зеленский нам рассказывал о том, что его депутаты будут самыми честными, что он сам лично будет контролировать этот процесс. А теперь уже ничего не скроешь. Уже все знают, что под крылом у одного олигарха группа из 70 депутатов, а у другого 100. Вот такая вот арифметика получается. Обидно, что люди поверили этим народным избранникам. Поверили их обещаниям, а на деле, став депутатами, их избранники сразу же легли под олигархом. А вообще, друзья, смотря на то, что в последнее время происходит в Украине, понимая, что чудес на свете не бывает. 42% населения Украины назвали президента Зеленского разочарованием года. А по опросам фонда Гэллоп Интернешнл, Украина вошла в пятерку самых несчастливых стран мира. То есть мы пятые с конца. Поэтому вывод напрашивается сам по себе. Зеленский оказался слабым президентом и неспособным, как он нам всем обещал, поломать систему. Вы помните это известное выражение, что для того, чтобы поломать коррумпированную систему, нужно ее возглавить. Вот он ее и возглавит. А когда появились кортеж с мигалкой, жизнь на государственной даче и так далее и такое прочее, то он подумал, а зачем что-то менять? Мне и так хорошо живется. А народ? Ну что народ? Такова его судьба. Мучиться. Хотя, когда мы голосовали за Зеленского, то мы понимали, что он выходец из индустрии развлечений. И когда он начнет свою деятельность на посту президента, то естественно первое время ему будет очень тяжело. Поэтому его политическая неопытность была ожидаемой. И поэтому первые полгода его пребывания в власти мы ему простили. Мы ему простили, потому что мы внутренне испытывали отвращение к нашим профессиональным политикам. К тому же Порошенко, Яценюку, Тимошенко, Ляшку и другим. Но Зеленский, став президентом, к сожалению, пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Ведь мы же понимаем, что русскоязычные жители Юго-Востока Украины голосовали за Зеленского. А не голосовали за него, потому что он пообещал положить конец попыткам Порошенко навязать остальной части Украины историю, культуру и язык Галинской Западной Украины. Однако Зеленский, как я уже говорил, пошел в этом опросе по стопам Порошенко. И жители Юго-Востока Украины поняли, что обманулись в своем выборе. И, естественно, это сразу сказалось на рейтинге президента и на рейтинге его партии «Слуга народа». Ведь Юго-Восток – это миллионы украинцев. Ну а то, что президент Зеленский не отдалился от олигархов, а стал с ними работать, как говорится, в одной упряжке, показало народу Украины истинное лицо президента. Он не смог стать сильным президентом. Он в буквальном смысле слова сразу лег под олигархов. Почему так получилось? Потому что многие купились на Голобородько. Многие думали, что стал президентом, Зеленский будет таким же сильным президентом, как в фильме «Слуга народа». Но в реальной жизни все казалось совсем иначе. Это сейчас многие украинцы уже поняли, как Зеленский и красиво развел. Это сейчас они поняли, что в фильме он другим и не мог быть, потому что он тогда бы не понравился нам, и мы не избрали бы его президента. Вот как-то так, друзья. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok